Здравствуйте, Алексей Кирсанов, ведущий разработчик. Как вы, наверное, знаете, мы занимаемся рефакторингом модуля магазина. Рефакторинг как таковой это вообще полное изменение внутренней структуры кода модуля с сохранением его интерфейсов, публичных как с точки зрения API, так и с точки зрения пользователя. В нашем случае, кроме этого, это еще и поддержка нового ядра D7. То есть написание модуля в соответствии с новыми современными технологиями. Это и ООП, это и диалоги разработки, это и какие-то концепции вроде сильного зацепления и слабой связанности, новая библиотека классов. Зачем? Ключевой вопрос, зачем и когда делать рефакторинг? Модуль магазина имеет длительную историю, ему уже больше 10 лет. И все эти годы он развивался эволюционно. То есть нарастал функционал, дорабатывались какие-то вещи, но он ни разу не перерабатывался. И, соответственно, он оброс определенным количеством нюансов, ну, грубо говоря, костылей. Мне кажется, картинка много более красноречива, чем то, что ты говоришь. Я надеюсь, что оно не все так было, как это нарисовано. Так сказать, помогать понять, чтобы не считать текст, а посмотрел на картинку и понятно, зачем можно рефакторить модули. Понятно, что когда модуль обрастает определенным количеством костылей, его сложнее поддерживать, его сложнее менять, сложно добавлять новый функционал, тяжело его отлаживать. То есть затраты на его поддержку и развитие растут. И наступает определенный момент, когда пора. Пора его рефакторить. У нас картинка стала красивой очень. Неожиданный рефакторинг. Но у меня, кстати, вот на этом экране все прилично. А это вряд ли у нас что-то. Давайте попросим системных администраторов. Да, похоже, в онлайн идет правильно, а нам сюда показывается не очень. Давайте пока, Леш, не прерывайся, а мы попросим коллег найти… Или ваш это хвост. Так, цель рефакторинга, соответственно, избавиться от тех проблем, которые сейчас в модуле есть. То есть это повысить устойчивость работы, заложить фундамент на развитие, на будущее, избавиться от костылей, оптимизировать производительность, перейти на новое ядро и в нашем случае добавить еще новый функционал. Потому что рефакторить просто изменение кода и все, это неинтересно. Мы должны получить еще что-то новое, что будет удобно и выгодно вам для работы. Рефакторинг, естественно, это вещь довольно сложная. И самая главная его сложность изображена на картинке. Это в него очень легко шлепнуться и потом из него тяжело выбраться. В модуле магазина, естественно, очень высока цена ошибки. Если там в каком-то модуле, там, допустим, считаются рейтинги, но плюс-минус километр не так важно, в магазине плюс-минус копейка и клиент вас уже убьет. Большие объемы данных в магазине. То есть если в каком-то модуле данные, допустим, в каталоге появляются, старые удаляются, в магазине данные постоянно растут. То есть все больше и больше заказов старые нужно хранить, потому что они нужны для истории, для обработки, для статистики, для возможного возвращения, чтобы понять, что произошло с заказом. Довольно большой объем кода. Магазин в свое время был самым большим модулем в системе. Ну и до сих пор он один из лизеров по объему кода, по объему функционала, который, соответственно, нужно переработать. Смешные картинки закончились. Дальше, как сказал Сергей, элементы хардкора. Вообще модуль D7 у нас идеологически состоит из следующих частей. Это база данных, структура, некая нормализованная или ненормализованная штука. Это ОРМ, который, по сути, представляет собой интерфейс работы с базой данных. То есть в обе стороны сохранение данных в базе и вытягивание данных оттуда по определенным фильтрам. Это некий интерфейс пользовательский. В случае публичной части это компоненты, в случае административной части это административные страницы. И между ними бизнес-логика. Это та штука, которая дает смысл абстрактным данным в базе и преобразует их к подходящему для публичного интерфейса виду. И это самое интересное и много копий сломано по поводу того, как эту логику правильно строить. Есть несколько подходов, так называемых парадигм программирования. Есть подход, ориентация на данные. То есть в этом случае бизнес-логика, по сути, сращивается с ОРМ. У нас есть ОРМ, у нас есть данные, и дальше мы оперируем исключительно этими данными, доступом к ним, игнорируя, по сути, какие-то бизнес-объекты логические и связи между ними. И есть ориентация на бизнес-логику, в котором ОРМ является, по сути, прокладкой некой прокси между данными и бизнес-логикой. А логика строится на основании именно жизненных бизнесовых задач. То есть там учитываются связи, там учитываются нюансы совместной работы объектов. И второй вариант несколько более сложный для реализации, но он более точно отражает реальный мир, и поэтому он в итоге оказывается более простым и устойчивым с точки зрения дальнейшей поддержки в случае сложных объектов. И для магазина как раз выбран второй путь. Почему? Потому что, если, скажем, форум, у него есть сообщение форума, сообщение сохранилось в таблице, все, готово. В магазине это не так. Если меняется цена товара в корзине, мы должны пересчитать заказ, мы должны учесть его свойства, мы должны учесть его налоги, скидки. То есть мы не можем просто цену сохранить в корзине, и все. Мы должны пересчитать много других сущностей. Поэтому нам гораздо выгоднее и удобнее заранее заложить нормальную бизнес-модель, при которой мы сможем эффективно осуществлять расчет до того, как это будет сохранено в базе данных. То есть мы получим в памяти уже целостную нормализованную картину, которую мы просто сможем запихать в базу. Какова же бизнес-логика магазина после рефакторинга? У нас добавляются новые сущности, те, которых не было. Как я уже сказал, рефакторинг у нас — это не только переписывание API с сохранением публичных интерфейсов, это и добавление новых возможностей. Товары и заказ у нас, в общем-то, сохраняются понятия. Заказ становится такой центральной штукой, которая как бы объединяет все другие сущности заказа. Это отгрузки и это оплаты, вновь добавившиеся сущности. У одного заказа может быть целая коллекция отгрузок. То есть вы можете один заказ разбить на несколько отгрузок и отгружать их по частям. Я подробнее потом покажу, как это происходит. Также у заказа может быть целая коллекция оплат. И, соответственно, по одному заказу можно принять несколько оплат. В том числе, например, оплату с внутреннего счета. Это может быть одной из оплат. И если раньше у нас это просто списывались деньги и уменьшалась стоимость в заказе, то теперь это нормальная оплата, которую можно отслеживать, можно смотреть ее историю, какие-то данные по ней, кто менял, зачем менял. И, соответственно, четче понимать, что происходит у вас с финансами в магазине. Добавилась новая сущность – компания. И отгрузки и оплаты могут привязываться к компании. То есть всегда можно знать, на какую компанию пришла оплата и какая компания занималась отгрузкой. Естественно, под это дело поменялась структура базы данных. Это не вся структура, это ее центральная часть, кусочек. Добавились новые сущности, частичные оплаты, частичные отгрузки. Мы попробовали ввести понятие архивирования. Есть мнение, что старые заказы, они не нужны для оперативной работы, но они должны остаться в магазине для истории. Чтобы они не занимали место в таблице заказов и, соответственно, корзины, и, грубо говоря, не тормозили лишний раз, потому что чем больше данных в таблице, тем медленнее выборка. Можно будет вводить правила, и в соответствии с этими правилами старые заказы, те, которые вы определите старыми, будут складываться в отдельную архивную таблицу, из которой вы можете, естественно, посмотреть данные, выбрать данные, но они не будут мешаться с текущими заказами. Правила могут настраиваться по времени, допустим, заказы старше какого-то срока. Могут настраиваться по статусам, допустим, заказы в статусе финальном убираем в архив. Потому что они для оперативной работы не нужны. Как происходит сейчас обработка данных? Как я уже сказал, мы выбрали модель ориентации на бизнес-логику. Соответственно, у нас разворачивается набор объектов в памяти, которые должны работать совместно. И изменение данных в одном объекте должно отражаться в расчетах, пересчетах данных в других объектах. Вот, например, у нас меняется стоимость заказа. Соответственно, объект уведомляет коллекцию товаров в заказе, она уведомляет заказ о том, что произошло изменение, и, возможно, заказ что-то там подсчитывает. Заказ уведомляет другие объекты, которые к нему привязаны. Соответственно, они все актуализируют свои данные, и после того, как вся цепочка прошла, у нас в памяти целостная картина, каждое данное подсчитано верно, мы можем спокойно его выводить на экран, мы можем сохранять его в базу данных, потому что все цифры у нас именно те, которые должны быть, которые можно показать клиенту и которые можно использовать уже в платежных каких-то делах, в отгрузке товаров. Теперь подробнее об объектах. Заказы. Так как у нас заказы сейчас стали более сложной вещью, то есть у них есть частичные оплаты, частичные отгрузки, то нам необходима такая штука, как анализ заказа. То есть мы должны видеть о том, что из этого заказа уже отгружено, что требуется к отгрузке, какие документы по этому заказу уже поступили, то есть какие оплаты прошли, какие были отгрузки, для того, чтобы понять, что с этим заказом дальше делать. И для этого есть специальный интерфейс, в котором это все сразу на странице четко видно. Интерфейс, в общем-то, все переработаны. Форма оформления заказа в админке совершенно другая сейчас, редактирование заказа отличается от нее, центр управления так называемый или форма просмотра заказа, из которой можно осуществлять движение заказа по жизненному циклу, тоже была полностью переработана. В надежде сделать это более удобным для постоянной работы. Ну и публичные компоненты, оформление заказа, корзины также будут переработаны существенно. Что интересного добавилось? Добавились полиции типы свойств. То есть свойства заказа – это те вещи, которые выспрашиваются у клиента при оформлении заказа. Можно делать свои собственные типы произвольные и, соответственно, спрашивать у пользователя что-то такое, чего не спрашивает стандартный битрикс. Например, пока мы не спрашиваем выбрать блок-схемы, как проехать до вашего места жительства. Вы можете сделать такое свойство или еще что-нибудь придумать. Архивация заказов, я уже сказал. Интересная особенность – это единый интерфейс настройки физических смыслов, свойств и параметров заказа. Суть в чем? Свойства и параметры заказа – это вещь, в общем-то, довольно абстрактная, которая имеет смысл для вас на сайте, но которая совершенно не имеет никакого смысла для внешних сущностей, то есть для платежных систем, служб доставок или 1С. То есть вы создали для заказа новое свойство. Что оно означает для 1С? 1С не знает. Вы должны ему сказать, что для 1С вот это свойство, это на самом деле какое-то значение. И сейчас в текущей версии настраивается это все в разных формах. То есть для каждой платежной системы настраивается, где ИН у покупателя хранится, где ИН у компании хранится, где там еще КПО или что-нибудь еще. Для каждой службы доставки настраивается, для ИНС отдельно настраивается. И показалось правильным сделать единый интерфейс настройки, откуда разные сущности смогут брать эти данные. То есть вы в одном месте настроили и получаете это во всех местах работающие. Плюс с учетом того, что добавился функционал компаний, то есть компания это то, что ваше, холдинг ваш. Соответственно, выбирая, привязывая компанию к конкретной отгрузке и имея у компании заданной ИНН, вы можете единообразно в одном месте настроить, и в одном месте потом менять и свои собственные данные, которые также должны быть настроены для связи с внешними сущностями. Оплаты. Как я уже сказал, у одного заказа может быть множество оплат. Оплата с внутреннего счета теперь является такой же оплатой, как и все остальные. То есть частичная оплата, допустим, с внутреннего счета, она будет отображена как одна из оплат. И другие проплаты также будут идти как совершенно независимые отдельные оплаты, которые можно анализировать, смотреть их историю, проставлять флаги оплаченности, неоплаченности, отмененности. Можно будет посмотреть историю оплат по каждой оплате в сумме и по заказу целиком. Естественно, новые интерфейсы, потому что это новая сущность. И в планах у нас стоит на следующий этап рефакторинг и актуализация платежных систем, потому что в платежных системах добавляется много разных интересных фишек, как, например, возврат денег на счет покупателя. Естественно, мы должны это поддержать. Отгрузка. Опять же, у одного заказа может быть множество отгрузок. Зачем? Ну, например, клиент сделал большой заказ, но пары товаров у вас на складе нет. Вы договоритесь с клиентом, что вот эта часть вам уходит сразу, а вот то мы дозаказываем и через пару дней дополнительно уходит. Клиент доволен, но вам либо разделять на два отдельных заказа, и тяжело это отслеживать потом будет, либо в рамках отдельного заказа сделать две отдельных отгрузки, у каждой из которых будет свой статус, свой номер для отслеживания, трекинг platinum, своя резервация, своя отгрузка будет, и, соответственно, клиент сможет видеть под каждой отгрузки, что происходит, и вы сможете видеть целиком по всему заказу, как у вас происходят отгрузки. Естественно, можно посмотреть будет историю по каждой отгрузке и целиком по заказу по всем отгрузкам. Службы доставки мы, кстати, отрефакторили. И в этом обновлении выйдет еще и отрефакторенная служба доставки. Что именно? Во-первых, мы объединили автоматизированные и неавтоматизированные службы доставки в одну сущность. Искусственное разделение убрали, и теперь они идут в едином списке. Соответственно, сортировка идет у них сквозная, легко понять, что за кем будет показано. Мы научились группировать службы доставки по папкам. На рисунке нижний представлен. Допустим, если у вас есть курьерские службы для разных регионов, вы можете сделать папки по регионам и, соответственно, в каждой папке расположить курьерские службы чисто для более удобной работы в административной части. Более гибкая настройка ограничений и возможность создавать свои пользовательские типы ограничений. То есть варианты, когда эта служба доставки может быть применена, а когда не может быть применена. Дополнительные услуги и пользовательские типы дополнительных услуг – это некие вещи, которые спрашиваются у пользователя или у менеджера при выборе данной службы доставки в заказе. И они могут влиять или не влиять на стоимость. То есть, например, вы можете создать дополнительную услугу – это красивый бантик на коробке. Или дополнительная услуга там доставляет кто-то в костюме ростовой куклы какой-нибудь, стишок еще рассказывает. И за это взять дополнительную. Леша, я правильно понимаю, что теперь это делается через наследование, через предопределение метода, да? Да. У нас будут стандартные типы вот этих вот дополнительных услуг. Можно вводить свои типы, отнаследовавшись от наших, и привязав, то есть там административная форма, в которой вы выбираете для данной доставки, какие из польских услуг вы хотите с ней иметь. И они автоматом вылазят в публичной части, они автоматом вылазят в административной части. Пользователи имеют возможность их выбрать какие-то, то есть там, допустим, упаковка какая-то особая или еще что-нибудь. И, соответственно, это будет добавлено автоматом к цене, и у вас будет для менеджера информация о том, что пользователь выбрал. То есть, соответственно, сразу дополнительный функционал, который может быть интересен. У всех служб доставки теперь единый API, у автоматизированных, не автоматизированных, которым, так как он отрифакторен, естественно, пользоваться будет гораздо удобнее. Местоположения, да, о которых упоминались. Существенно отрифакторены местоположения. Теперь у нас дерево любого уровня вложенности. Кстати, эта штука уже в бета-версии вышла, сейчас мы готовим ее в релизном варианте. Там были вопросы небольшие с производительностью в бета-версии, и мы их успешно решили, поэтому сейчас она готовится именно к релизу. Леш, по ходу вопрос можно вас спросить? Да, вопрос такой по службам доставки. Возможно ли будет поставить в зависимость стоимость доставки от товара, который лежит в корзине? Предположим, там товар из одной группы доставка столько-то стоит, товар из другой столько-то. То есть разная стоимость доставки для разных групп товаров? Ну да, то есть вот, пример, у нас магазин торгует шинами и дисками, и одновременно торгует мелочевкой. Мелочевка доставка пешим курьером, она стоит одних денег, шины доставляются автомобилем, и соответственно стоит других денег доставка. Так, ну на вскидку можно сразу предложить сделать две службы доставки, сделать гибкую настройку ограничений, то есть если товар из этой категории, то применяется вот эта служба доставки с определенной ценой и условиями описанием, а если товар из той категории, то применяется другая служба доставки. Если нужна более сложная настройка, ну там формула какая-то в зависимости от цены, автоматический расчет, я думаю, что можно будет сделать наследованием этого же самого механизма. Ну, вы подойдете ко мне после выступления, и мы разработчику уточним точно, как это можно будет сделать. Спасибо. Ну уже прямо здесь можно будет сделать, вот если их несколько вариантов, то настройки ограничений уже сделать быть можно. Давайте дадим вам дальше рассказать и зададим вопрос. Так, местоположения, да, были существенно переработаны, любой уровень вложенности теперь, то есть можно от вселенной до номера дома загонять. Сделали связь с внешними местоположениями, как вы знаете, у нас одна структура местоположений, у допустим ПЭКа другая структура местоположений, у Яндекса третья структура местоположений, и когда нужна связь с внешними службами, нам нужно как-то уметь запоминать, что такое наше местоположение у них. Соответственно, мы сделали множественную связь с внешними местоположениями, теперь мы можем явно связываться, что соответствует у нас и что соответствует у них. Перешли на идентификацию местоположения по коду, а не по ID, к чему это привело. Если вы будете перезагружать базу местоположений, у вас не отвалится привязка к заказам и к другим сущностям. То есть, например, новый регион появился в стране или наоборот, перегрузили базу, у вас все заказы остались привязаны, правильно, все свойства к местоположениям, потому что теперь привязка не по ID. Быстрый поиск, разные варианты поиска, это и выбор западающих списков, и выбор по просто поиску, то есть вы начинаете набирать, допустим, город он вам находит. Вот вопрос, почему мы сразу не вышли в релиз, а в бете. У нас была определенная проблема, когда идет до улицы загрузка базы, которую мы, кстати, поставляем, и вы набираете улицу, улица может быть несколько слов там, бакинских комиссаров, да, и город еще из двух слов, там, Нижний Новгород. И как эффективно осуществлять поиск, чтобы он работал мгновенно и быстро выдавал пользователям результаты. Вот мы добивались как раз этого, и в релизе как раз это будет работать быстро. Импорт, да, у нас есть импорт, можно выбирать уровень, до которого импортировать, то есть кому-то нужно до города, кому-то нужно до улицы, вы сами выбираете, до какого уровня импортировать базу местоположения, ну а дальше ее редактируете, если вам это необходимо. Новая добавившаяся сущность компании. Пока это просто привязка к службам доставки и службам отгрузки, некой сущности компании, у которой есть число произвольных свойств, то есть вы можете создать свойства ИНН, ОКПО и так далее. И в дальнейшем эта информация доступна для построения отчетов, и она доступна в настройках физических смыслов, то есть вы можете использовать эту информацию для передачи в службы доставки, платежные системы, формы отчетов использовать, печати документов. То есть один раз вы задаете какой-то набор компаний, набор эквизитов, и потом используете их везде. И строите отчеты по тому, какие отгрузки пошли на одну компанию, какие оплаты пошли на другую компанию. В дальнейшем этот механизм будет расширяться. Чего добились? Ну, во-первых, как хотели оптимизировать скорость работы, то есть не все переделать, а там, где медленно, там доточить. Ну, вот доточили. Повышение устойчивости. Постарались сделать новые удобные читабельные аппи. То есть чтобы было понятно, как им пользоваться, интуитивно понятно, у нас работа с каждой сущностью строится по правилам, таким же, как для всех других сущностей. То есть с коллекциями строится по одному типу, со всеми коллекциями, со всеми конкретными сущностями. Тоже строится абсолютно идентично. И, соответственно, освоив работу с одной сущностью, легко перейти на любую другую. Расширили возможности. Кроме рефакторинга, дополнительно еще это частичные оплаты и отгрузки, это появление функционала компаний, услуги ограничения служб доставки. Следующим этапом пойдет то же самое для платежных систем, пользовательские типы свойств. И что самое главное, мы заложили существенный запас прочности на дальнейшее расширение, потому что интернет-коммерция, она будет расширяться, магазин будет развиваться. И мы заложили запас, который нам позволит вносить больше изменений, больше разного нового функционала делать. Кстати, мы дошли до последнего слайда. Спасибо, Леша. Давайте несколько вопросов. У меня вопрос, планируются ли возвраты и отчеты по возвратам. Потому что уже требуется не первый проект. Мы как-то там сами что-то делаем, пишем отчеты. И требуют, чтобы было в заказе пометочка у товара, пришло возвраты, когда частичная доставка идет, там примерки и тому подобное. Можно я за Лешу отвечу? Здравствуйте, я Юрий Ролушин. Меняйте пока презентацию. Невозможно сделать, если у вас интеграция, например, с 1С возврат, потому что весь учет делается в рамках 1С. В рамках 1С возврат сделать возможно. Если вы делаете учет в рамках сайта, сделать возврат возможно уже сейчас. Есть документ специальный, вы делаете приход на сайте, и, соответственно, вы можете вернуть товар на сайте и сделать возврат. Это возможно. Отчетов по возвратам нет, но посмотреть, увидеть по документам, что был возврат, возможно. Давайте еще вопросики. Частично отгрузка товара – это здорово. А есть еще такой вопрос, будет ли объединение заказов. То есть, например, клиент сделал заказ на 10 тысяч и второй повторный на 2 тысячи. При условии, что отгрузка, например, в 5 тысяч начинается. И чтобы заказы так и не потерялись, объединить это в 12, в один общий. Ну вот в очередном обновлении будет физическое разделение заказов на части, когда полностью независимые 2 с пересчетом или без, и разделение в составе одного заказа на отгрузки. Объединение. Там потенциально могут быть сложности с пересчетом, то есть суммы, как должны правильно считаться. Должно просто формальное складывание быть суммы с тех заказов или пересчет. В принципе, технически об этом можно подумать. Если потребность есть, я думаю, что мы можем об этом подумать. Прямо спрос есть. Клиенту, да? Есть, да? Только технически мы можем это сделать. Последний, да? Да. Сейчас при изменении в истории заказов содержимое корзины у клиента, если стояла скидка, например, от суммы товара, например, от 10 тысяч, скидка 2%. И клиент набирает на 9 тысяч, и потом уже в корзине мы сами правим количество товара, скидка в автоматическом режиме не пересчитывается. Приходится добавлять товар в корзину, ну, в истории, и удалять его, и тогда, ну, удалять с пересчетом. Тогда он только пересчет идет на скидку. Это исправлено будет или как? Ну, механизм скидок сейчас существенно тоже дополняется и дорабатывается. Баги исправим, конечно. Я думаю, что это уже должно выйти скоро. Здравствуйте. Вопрос по местоположениям. Планируется ли интеграция с картами? Чтобы список адресов был уже на карте выбран. Да, под это уже заложены механизмы, то есть в базе уже даже поля есть. Единственное, что нам нужно как-то это дело расставить. А мне кажется, мы в 15.5 это показываем, да, то, что выпускаем? Юр. Мы в 15.5 покажем. Я где-то видел тут еще вопрос. А, давайте, извините, мы долго тянем. Давайте. Так, так, так. Меня слышно? Да, давайте. У меня следующий вопрос. Есть необходимость создать два счета для одного пользователя с одной валютой. Как это можно сделать? И будет ли вообще это реализовано? Два внутренних счета, да? Два внутренних счета, да, с одной валютой. Зачем? Ну, технически-то проблем нет, вопрос, да. А вроде они же создаются. Нет, у нас для одного пользователя в одной валюте один счет, потому что именно с него идут проплаты. А так получается нам нужно в интерфейсах везде предлагать выбирать, с какой именно счет оплатить. Ну, назовите ее так же, а пускай она будет другой. Ну, помучайте его. Технически это сделать можно, если есть потребность? Может, вам нужно подойти к постановщику задачи, объяснить ему потребность, он поставит в ТЗ, сделаем. Технически-то несложно. Юра Волошин, вот. Добрый день. А подскажите, по многосайтовости взаимосвязь с служб доставок, она будет как-то переделана? Сейчас, чтобы одну службу добавить на три сайта, например, нужно ее копировать и выставлять параметры дублирования. То есть, чтобы можно было к одной службе привязать нескольким сайтам сразу. Да, эту штуку мы сделаем. Кстати, копирование будет гораздо удобнее теперь, службу доставки понадобится. Да, и копирования тоже нету сейчас. Вот, то есть оно будет сразу целиком все копироваться. Да, насколько я помню, у нас теперь службу доставки можно будет привязывать сразу ко многим сайтам, потому что сайты, если с одним языком, какая разница. Спасибо. Давайте последний вопрос. Я где-то здесь видел руку. Давайте, вот, молодой человек возьмите. Такой вопрос по службам доставки. Самовывоз, точнее доставки до пункта самовывоза и интеграция с такими популярными сервисами, как Kiwi Post, BoxBerry. Ну, как таковой самовывоз у нас есть. Можно склады самовывоза вводить. Мы будем расширять список возможных служб и их функционала. Я думаю, что появятся в ближайшее время эти. Давайте два вопроса в онлайне. Первый вопрос есть, но вот именно службы. Два вопроса в онлайне. Первый. Будет ли возможность при оплате заказа, например, пластиковой картой, указать, что часть заказа оплачивается с внутреннего счета? Да. Оплата может быть сколько угодно на один заказ. Соответственно, может быть часть с внутреннего счета оплаты, часть с карточки. Это будут две проплаты. По заказу будет сразу написано, что заказ там на 5 тысяч, три тысячи проплачены с внутреннего счета, две тысячи с карточки. Можно будет все посмотреть и проанализировать. Отлично. И второй. Будет ли возможность создавать свой тип полей для заказов, как для и-блоков или объектов других? Свои типы. Свои типы можно будет создавать для свойств заказа. По сути, это и аналог полей заказа. Именно для заказа. Внутренне мы поддерживаем свойства ядра для заказа, то есть можно привязывать их со всеми их возможностями. Но мы интерфейс на это никак не выводим, потому что пока хватает свойств заказа. Если будет потребность, можно добавить вывод в интерфейсах. А внутренний механизм уже для этого есть. Спасибо большое, Леш.